На РТВ и Международные новости я Сергей Кения. Здравствуйте. В 6 часов переговоров главные дипломаты России и США обсудили в Москве главные проблемы двусторонних отношений. Сергей Лавров и Рек Стилерсон еще до начала переговоров выразили надежду, что визит госсекретаря Соединенных Штатов поможет преодолеть разногласия между двумя странами. Тогда же стало ясно, что центральной темой встречи станет Сирия. Россия болезненно восприняла ракетный удар американских военных по правительственной авиабазе Шайрат. В Вашингтоне применение томогавков объяснили возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб, жертвами которой стали десятки человек, в числе которых много детей. В США возложили ответственность за трагедию на режим Башараса до союзника Москвы. Еще до закрытой встречи Лавров заявил Тилерсону, что российские власти считают ракетным удар нападением на суверенное государство. С критикой действий США в день визита госсекретаря выступила и подчиненная Лаврова, официальный представитель МИДа Мария Захаровна. Если повторяется удар США на территорию Сирии, какую реакцию можно ожидать со стороны России? Это неожиданный вопрос. У Вас есть какая-то информация? Вы уже что-то планируете? Вас уже подключили к... Я сам ничего не планирую. Я отказываюсь верить, что великая страна, Соединенные Штаты Америки, могут действовать, как... Они же действовали десятки лет, все-таки мы живем в 2017 году, а не в 70-х, 80-х и даже 90-х, когда удары по странам наносились просто от того, что кому-то в Вашингтоне так захотелось. Но если Вы что-то узнаете, Вы нам сразу, ладно? Говорите. Да, пожалуйста. После переговоров Сергей Лавров и Рекс Тилерсон отправились закреплять их успех на рабочем завтраке, как он был назван, несмотря на то, что состоялся много позже полудня. Как сообщается, госсекретаря США угощали блюдами традиционной русской кухни, щавелевым супом, жареной корюшкой, под соусом и яблочным пирогом на десерт. Пока главные дипломаты России и США ели щавелевый суп да яблочный пирог, в мировых СМИ происходила заочная перепалка между лидерами двух держав. Цитаты из интервью Владимира Путина каналу Мир чередовались с цитатами Дональда Трампа из его беседы с телекомпанией Fox. Уго президента немало внимания уделили сирийской проблеме. Путин заявил, что доказательств причастности режима Башара Асада к химической атаке в провинции Идлиб нет. И в этой связи обвинил США в нарушении международного права, поскольку они без санкции ООН нанесли удары по территории суверенного государства, то есть Сирии. Трамп ракетный удар по авиабазе Шайрат напротив считает актом гуманизма. В том, что Асад виновен в применении отравляющего газа против гражданского населения, 45-й глава Белого дома не сомневается. Президент США назвал своего сирийского коллегу животным, выразив сожаление, что Россия его поддерживает. Вашингтон призывает Москву сделать выбор, геополитический выбор. Перед визитом в Россию Рек Стеллерсон фактически предъявил Кремлю ультиматум. Режимы Сирии и Ирана или здравомыслящие страны Запада. И Москва, возможно, свой выбор уже сделала. В МИДе сегодня заявили, что уже послезавтра глава ведомства Сергей Лавров намерен встретиться с своими сирийским и иранским коллегами Валидом Муалемом и Мухаммадом Джавадом Зарифом соответственно. Трехсторонние переговоры пройдут в столице России. Их центральной темой станет военно-политическая обстановка. Куртка о других важных мировых темах. Возвращение в большую политику. Махмуд Ахмадинежат снова поборется за власть. Бывший президент Ирана стал кандидатом в президент Исламской Республики. Сегодня он подал в Забирательную комиссию необходимые документы. Он включился в гонку, несмотря на то, что духовный лидер Ирана, Этул Али Хамны, призывал его отказаться от этой идеи. Ахмадинежат – шестой президент Исламской Республики. Он был у власти с 2005 по 2013 годы. Во внешней политике придерживался консервативных взглядов, жестко критиковал американскую администрацию и выступал за усиление связей с Россией. Выборы президента Ирана состоятся 19 мая. Генпрокуратура Германии назвала взрыв в Дортмунде терактом. В ведомстве отметили, что бомбы были начинены металлическими предметами. Заряд имел радиус действия более 100 метров. Правоохранители ФРГ не исключают, что за атакой могут стоять исламисты. По информации германских СМИ, на месте взрыва были обнаружены три записки, одна из которых начинается со слов «Во имя Аллаха» и содержит требование свернуть военную операцию в Сирии. Накануне рядом с автобусом футбольного клуба «Барусия» сработало взрывное устройство. Пострадали два человека – футболист и офицер полиции, который сопровождал на мотоцикле автобус команды. В Эстонии арестован предполагаемый русский шпион. Правоохранители Балтийской страны задержали гражданина России, который якобы является сотрудником главного разведывательного управления. По словам директора полиции и безопасности Арнольда Синисолу, это первый задержанный в Эстонии, которого обвиняют в сотрудничестве с ГРУ. Как заявляют в Таллине, 9 января против россиянина было заведено дело за действия, направленное против территориальной целостности и независимости страны. Великая Донбасская стена. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили предложил на некоторое время отгородиться от, как он выразился, оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей большой стеной. Так, экс-президент Грузии предлагает переключить внимание и сконцентрироваться на решении проблем в остальной Украине. Саакашвили уверен, Киев вернет сепаратистские регионы после того, как победит коррупцию и начнет быстрое развитие. А для этого изменения в первую очередь должны произойти в центре. В 2014 году украинские власти начали реализацию проекта «Стена», который представляет собой оборонительное сооружение на границе с Россией. Завершить его планировалось в 2018. Но конечный срок строительства перенесли на 2020 год. У меня на этом все. Следите за развитием событий на РТВ и моих коллег. До завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова